Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Белоруссия! Добрый день, все страны! Добрый день, Каравейкл! Я так возбудилась за кулисами по поводу пентакана, что я забыла, о чем я хотела говорить. На самом деле у нас очень много хороших продуктов, и еще больше их будет в дальнейшем. И на самом деле мы должны предъявить миру какие-то другие, новые способы продвижения этого продукта. Инструменты работы, понятные, простые, концептуальные, чтобы вы были уверены, что вы не просто продвигаете отдельно взятые продукты, а что вы продвигаете их в системе, что вы продвигаете их в логических цепочках, от которых зависит здоровье и жизнь человека. Я попрошу включить презентацию. Итак, я хочу сейчас вам рассказать, что делала Академия здоровья целый год, к чему она готовилась, и чем она может помочь всем нам, нам с вами, потому что компания набрала невероятную силу и мощность. И форма, в которой компания сейчас находится, организационная форма, она практически безупречна. То есть мы в одно касание к новке достигаем 180 стран. У нас есть все сервисы, у нас есть продукты во всех странах мира, и мы можем достать любого человека на этой планете, если он скажет, что он хочет быть здоров. И мы что-то ему должны сказать, такое, что отличит нас от всех, что сделает сотрудничество с нами очень ценным для него, потому что действительно, правильно сказал Сергей, продуктов очень-очень много. И каждые несколько дней десяток новых биологически активных продуктов разрабатывается ведущими нутрициологами мира и ведущими компаниями. Поэтому мы должны конкурировать не только продуктами, хотя они у нас на самом деле были, есть и будут лучшие. Мы должны конкурировать еще интеллектуальными, технологическими знаниями. И Академия Здоровья Королова Круга предлагает и поддерживает целевые решения, как инновационный подход в создании системы оздоровления человека. Это новое направление. Мы готовы к нему стали только 15 лет спустя от начала нашей деятельности, потому что на самом деле это не так просто. Следующий слайд, пожалуйста. Необходим системный подход не только в подборе продуктов, но и вообще в понимании здорового образа жизни. Мы знаем, что социум накладывает на наш организм невероятные нагрузки. И в этих нагрузках мы должны не просто каждый день учиться и выбирать какие-то продукты, составлять какие-то оригинальные схемы. Вот у меня дома находятся все продукты Торелова Круга, практически вся линейка. И каждое утро даже для меня проблема встать и сказать, какая сегодня у нас концепция. То есть что нас беспокоит. Потому что на самом деле я могу выбрать продукт себе, но системы в этом нет. Потому что я беру то, что я люблю, то, что я хочу, то, что мне кажется на сегодняшний день по настроению. Это не совсем тот путь, потому что нужно научиться ставить целевые задачи и нужно решать. Нужен подход, который будет отличаться от простого, интуитивного, может быть, выбора продукта. Он должен быть научный и целенаправленный. Следующий слайд, пожалуйста. Существует много преимуществ программно-комплексного решения задач по здоровью. Эти преимущества, они абсолютно очевидны. Ну, во-первых, должна быть простота в употреблении. В слое просто корень рот. В слое субордно корень лот. Поэтому, чем проще, тем лучше. Меня сын навел на такую мысль. Вот я ему говорю, выпей это, выпей это, выпей это. Он говорит, знаешь что, говорит, у меня совершенно нет времени думать о том, что выпить. Я занят другим делом. Мне это неинтересно. Положи мне все в пакетик. Дай мне третий пакетиков. Я повешу их на стенку, утром встану, выпью, не задумываясь, пойду. Я думаю о другом. И вот он мне несколько раз это сказал. Я действительно подумала, как же мы это все сложить-то, да? И у меня мысль еще год назад начала двигаться в этом направлении. Что простота должна быть невероятной. Возможность дубликации для каждого. Представьте, что огромное количество новых людей подтянутся к вам в ближайшее время. У них нет времени обучаться. У нас с вами было время 15 лет, и мы обучались, ходили, посещали академию, что-то делали, читали. Сейчас скорость такая, что человеку даже читать некогда. Поэтому дубликация должна быть стопроцентная. Вы сказали, человек сделал, сказал другому, он сделал, сказал третьему, он сделал. Прогнозируемая результативность. Существует очень много отдельных схем, отдельных программ. Но мы должны точно знать цель и ставить прогноз, который мы будем. Потому что вот косметологи, они никогда не продают свойства продукта. Они всегда продают результат. Блестящие волосы, чистая кожа. А мы продаем свойства продукта. Вот мы всегда продаем электроны, которые там перемещаются. Человек не может на своей скорости, он не погружается в эту тему. Поэтому результативность мы должны гарантировать. Оптимизация суточной дозировки продукта. Биологически активные добавки это позволяют. Расширенный ассортимент продукта. Он возможен, ведь не у всех людей есть средства для того, чтобы купить все, что они хотят. Вот я хочу все. Но когда я подсчитаю, сколько это все стоит, сразу понятно, что надо выбирать главное. Поэтому программный вот этот вот метод, который мы будем вам предлагать, он позволит резко увеличить ассортимент продукта. Совместимость продуктов внутри программы. Это отдельная тема. А когда мне Сергей дал таблицу совместимости наших продуктов, я поняла, что я знала ее на 10%, учитывая мой опыт в 40-летней медицине. Поэтому я подумала, что да, значит надо какие-то делать варианты стабильные, стандартные, чтобы четко знали, потому что учить совместимость у вас не хватит жизни. А еще семергия есть, а еще есть взаимозаменяемость. То есть внутри циологии это наука, в ней очень много совершенно серьезных вещей, которые, ну нет смысла знать каждому. У нас есть сотовый телефон, мы ведь не знаем, как он работает. Мы берем, набираем и разговариваем с человеком в любой точке мира. Синергия действия, модульность и гибкость решений задач, возможность алгоритмизации процессов, возможность решения любых задач по здоровью, экономия денежных средств потребителей, об этом тоже надо думать. Потому что на самом деле есть еще другие задачи в жизни, кроме приобретения биологически активных продуктов. Есть обучение детей, есть путешествия, есть строительство домов. Мы об этом тоже должны думать. И, конечно, экономия времени на ознакомление с продуктом. Когда мы с Сергеем Семенченко обсудили все эти вопросы, это было приблизительно два, наверное, года назад, мы поняли, что нужен конструктор готовых решений, чтобы мы могли каким-то образом предложить вам простые решения для того, чтобы вы могли упростить свою деятельность. Следующий слайд, пожалуйста. Назад вернитесь, пожалуйста. Итак, мы уходим от диагнозов. В этот раз решительно и бесповоротно. Почему? Потому что на самом деле никаких диагнозов не существует. Мы их придумали. Когда много лет назад, 12 лет назад, на конференции выступал Владимир Петрович Казначеев, он уже тогда сказал, что будущее в медицине за процессами, которые протекают в нашем организме. И нам удалось выделить эти ведущие процессы. Я сейчас не буду погружать вас. Вот вчера у нас была академия, и те люди, которые были, они вам расскажут, потому что это были ваши лидеры. И мы практически будем все следующие 5 лет этому обучать. Нам не нужно знать, какой у человека диагноз. Нам нужно знать, что в организме протекают автопилотные процессы, от которых зависит здоровье. Но эти процессы протекают одновременно. А регулировать мы их можем постепенно, последовательно, параллельно. И когда мы научимся все эти процессы приводить в соответствие, то здоровье начнет восстанавливаться само. Нам не важно, сколько у человека диагнозов, 2, 4 или 17. Нам важно, чтобы все эти процессы протекали при хорошем качестве, с хорошей скоростью. Ну, например, наличие кислорода. То есть понятно, что всем надо дышать. Например, оптимальный водный баланс организма. То есть это тема, которой отдельно надо заниматься утром, днем, вечером, которая должна постоянно находиться под пристальным вниманием. Например, кислотно-щелочной баланс. 15 лет назад мы вышли на торговую площадку с лакмусом в руке. И до сих пор ни одна из компаний не пошла в эту сторону. А кислотно-щелочной баланс является основой кислородного обеспечения организма. Поэтому этот процесс регулируется. Он регулируется легко, просто и понятно. Но об этом надо помнить. Активность метаболических ферментов. Ферменты в нашем организме рассчитаны по генетике. Они даны нам ровно в том количестве, чтобы мы прожили 120 лет счастливой жизни. К сожалению, мы все эти ферменты уничтожаем приготовленной консервированной едой. Мы употребляем растительные продукты, которые содержат мощнейшие ингибиторы ферментов. То есть подавители ферментов. Ну, самый простой пример – это орехи. Орехи должны лежать до следующего года. Мы все с вами любим орехи. И мы кушаем их вот в таком виде, в котором они должны быть, да? Но на самом деле это достаточно ядовитый продукт. Потому что он должен пролежать год, и только через год, когда будут соответствующие условия, он должен прорасти. Так вот мы не учитываем ни состояние губ, ни состояние орехов, ни состояние семечек. Мы не учитываем, что природа законсервировала и выделила мощнейшие ядовитые вещества, которые не позволяют тому же семечку превратиться в дерево. И поэтому мы уничтожаем каждый день свои ферменты в своем организме. Поэтому мы болеем. И единственный вопрос, который нам надо решить – это добавить ферменты. Мы не можем все время кушать ферментированную еду. Кстати, это сейчас самая дорогая еда в мире. Но мы можем каждый день добавлять энзимы, каждый день добавлять ферменты. И я помню, когда я первый раз, если о ностальгических таких, когда первый раз я увидела ролик с вашим голосом про ассимилятор, то есть это у меня просто, у меня был сдвиг по фазе, на меня напало такое состояние, что мы вообще не в ту сторону идем. Потому что вот эти первые кадры темнопольного микроскопа и первые доказательства того, что кровь становится нормальной, жизнеспособной, они меня привели просто в невероятную радость. Я увидела путь, по которому мы идем уже 15 лет, и Академия, и мы все вместе с вами. Очень важна симбиотическая флора. Симбиотическая флора – это собственно и есть наша жизнь. Потому что если ее не будет, то энергии из продуктов мы никогда не достанем. И суперфлора – это тот продукт, который нужен каждому человеку на этой планете. Потому что питание у нас консервированное, оно у нас генномодифицированное, оно у нас испорченное. И те люди, которые не знают про симбиотную флору, которая является нашим, по сути дела, основным механизмом жизни, одним из основных, те теряют здоровье уже в раннем возрасте. Особенно это дети. Безусловно, нам нужны нейроны. И как Ольга сказала правильно, нам нужна скорость прохождения импульса. Между нейронами есть промежутки. И без лицетина не происходит миеллинизация этих волокон. Но я сейчас говорю просто про процессы. Это и поддержание баланса гормонов в организме. Это и 47 питательных веществ. Когда мы 15 лет начинали Академию, мы поставили модуль клеточной программы. И я знала, что в организме не синтезируется только 7 незаменимых аминокислот. И я это знала не потому, что я это знала из своей практики. Я вообще этого не знала. Мне никогда как врачу не нужны были ни киаминокислоты, потому что их не было нигде. Я это знала из инструкций по применению противити. Выяснилось, оказывается, что еще есть такие аминокислоты. Для меня это было очень удивительно радостно. Но теперь, через 15 лет, Всемирная Организация выдвинула уже 47 питательных веществ, которые не синтезируются в нашем организме. 47. Их нужно кушать с рождения и до глубокой старости, и вообще до последнего дня. И эти вещества надо просто знать. Их невозможно скушать из продуктов все. Потому что японцы подсчитали, что минимальный набор продуктов для полноценности должен быть 30. Они программу компьютерную гоняли несколько лет, для того, чтобы определить все возможные соотношения продуктов. Мы набираем из трех продуктов 47 питательных веществ необходимых. Не синтезируем их в организме. То есть у нас практически нет никаких проблем ни с очищением, ни с любыми другими технологиями. И безусловно, дезинтоксикация. Безусловно, вывод из организма токсических веществ. Вот эти 12 процессов, это основные процессы, они текут независимо от нас. Но мы должны их оптимизировать всю свою жизнь. А где у нас 47? А выпивали я сегодня воду? А что у меня сегодня с ферментами? А где у меня сегодня флора? Это должно быть положено на дневной режим. Потому что когда знания идут со стороны концепции, это еще не совсем режим движения. Человек должен встать и утром он точно должен знать, что он должен выпить, сколько, сколько решать в граммах, что он должен днем, что он должен вечером. Он должен понять, что он должен дать детям, родителям, мышкам, кошкам, собачкам. То есть у каждого есть свои незаменимые питательные вещества, которые необходимы в нашем организме. Следующий слайд, пожалуйста. И безусловно, Академия думала, а как сделать так, чтобы наши клиенты стали нашими постоянными потребителями, осознанными. Чтобы они не приходили на один день попить воду или помыть посуду нашими средствами. Чтобы они поставили себе какие-то временные рамки, которыми они могут заниматься какое-то определенное время. Мы долго думали над этим и поняли, что за два дня ничего не произойдет. К сожалению, и за месяц произойдет не все, что нам хотелось бы. И мы выбрали год. Потому что год это тот календарь, который, по сути дела, мы подсчитываем. Мы всегда говорим, сколько вам лет. Мы не говорим, сколько вам месяцев, сколько вам дней, сколько вам часов, минут и так далее. У нас идет отмерение, измерение годами. И поэтому мы решили, что каждый человек на этой планете имеет право присоединиться к системе, которая год будет им заниматься. Будет обучать ему, будет рекомендовать ему образ жизни, будет рассказывать ему механизмы действия. Будет все это делать бесплатно, потому что смысл заключается в том, что ваш консалтинг, индивидуальное сопровождение, а это называется вип-консалтинг, это дорогого стоит, вы свое время, свои силы, свою энергию посвящаете человеку, который еще не вообще-то или не может быть и не сильно хочет жить. То есть сначала надо у него это желание возбудить, а потом уже он начинает пить воду, пить продукты и так далее. Поэтому разработан универсальный алгоритм годовой программы. Это значит, нет противопоказаний, это значит, подходит для всех возрастных групп, это значит, подходит для всех людей независимо от болезней, состояния, от национальности. Этот алгоритм очень серьезный, это как рецепт приготовления. Вот представьте себе, вот у нас здесь есть, мы вчера с польской командой работали, я говорю, у вас есть чудесный суп, журок, есть такой? Есть. Вы умеете готовить журы? Нет. Никто, кроме поляков, не умеет его готовить. Суп уникальный. Почему нет рецепта? У нас здесь Казахстан, Узбекистан. Кто из вас, не будучи в Казахстане, умеет готовить, например, плов или безбармак, или, например, какие-нибудь другие продукты? Нужны рецепты. Но, к сожалению, в мире нет рецептов здоровья. Нет технологий здоровья. Нет четких правил здоровья. Я когда-то прочитала кодекс солерамцев по поводу здоровья. Или, например, в разных других конфессиях есть свои способы. Но в европейской конфессии, скажем так, в Европе и в России нет четко написанных правил здоровья. И вот это наше будущее, потому что жить нужно по правилам. По физическим, духовным, душевным, интеллектуальным. И эти правила, их можно менять, их можно обсуждать. Бывают исключения из правил, но эти правила должны быть. И поэтому мы разработали 12 базовых программ, устроенных по определенному алгоритму. С чего начать, чем продолжить, когда идти дальше, на каком уровне начинать включать какие-то особые системы и программы. Потому что для врача это абсолютно все понятно. Для людей, которые занимаются другими делами, это не очень понятно. Следующий слайд, пожалуйста. Мы приглашаем вас в эту годовую программу и, по сути дела, Академия здоровья организует ресурс, на котором вы бесплатно будете весь год находиться в сопровождении опытных инструкторов и врачей. Там будут вебинары бесплатные, семинары, там будут вывешены презентации, чтобы вы могли туда прийти с человеком и показать ему, снять, отправить ему по имейлу. И мы уже получили первые результаты. Программа получила старт в Прибалтии. Дальше подсоединился Нижний Новгород. Подсоединился Краснодар. Сейчас, так сказать, подсоединились еще люди. Мы ждали Польшу, потому что это невероятно мощная структура, обученная. А поднимите, пожалуйста, руки, кто обучался в Академии здоровья, чтобы я поняла. Ну, замечательно. Огромное количество людей. А поднимите, кто не обучался. Ну, счастье, вас еще больше. Вас еще больше, поэтому у нас все впереди. Итак, для того, чтобы быть здоровым, надо сделать первый шаг. Первый шаг мы предлагаем простой. Вы можете делать любой первый шаг к здоровью. Кто-то сразу начинает с калавады. Кто-то начинает с системы детокс. Кто-то начинает с любой известной ему системы. Кто-то просто покупает алайф. Но мы разработали самый простой первый шаг, который может быть для новичка. Потому что, когда мы протестировали новичков и членов Кораллового клуба, разница оказалась небо и земля. Если мы спрашиваем, ну, бывалого дистрибьютора, а сколько биологически активных добавок вы можете принять в день? Вот такая приблизительно у вас норма. И нам все сказали 20-30. Кто-то сказал 40. То есть 20-30 биологически активных капсул человек спокойно, легко принимает. Человек берет такую горсть, забивает, выпивает. Но когда мы протестировали внешнее пространство, оказалось, что 5. 3, 5, 6 максимум. И мы подумали, что для того, чтобы широкий приток организовать свежих людей, сложно с самого начала увлечь человека в систему голодания или еще в какую-то мощную систему. Должно быть просто, понятно. И первый шаг всегда должен быть самым простым. То есть он должен быть безопасным, он должен подходить всем. У него не должно быть никаких противопоказаний. И поэтому мы составили программу первого шага. И очень хорошо, что Сергей Семенченко, мы обсуждали эту программу, и компания поддержала, что входить надо просто, изящно и надежно. И теперь эта программа есть у вас на складах. Поэтому смотрите, рекомендуйте ее другим людям. Потому что на первом же шаге улучшится настроение. Следующий слайд сделайте, пожалуйста. Улучшится состояние. Безусловно, туда вошли и пробиотики, туда вошли и ферменты, туда вошла и грифония. Потому что настроение это то, что сейчас в каждой стране, в каждом коллективе отстает. Но безусловно, к 12-ти годовым программам есть и дополнительные программы. То есть Академия даст свои рекомендации. Но вы все являетесь опытными дистрибьюторами, большинство из вас. И поэтому вы можете делать свои программы. Это чрезвычайно увлекательная история. Потому что когда мы выводим людей, и они показывают нам свои результаты, это очень-очень впечатляет. Но сколько раз меня просили систематизировать результаты, я сказала, что это невозможно. Потому что выходят разные люди с разным начальным уровнем, применяющие разные продукты при разных проблемах. То есть там нету системы. И когда первый раз в жизни мы испробовали первую программу, и вышли люди с разными проблемами, употребляющие одну программу, и рассказали абсолютно разные результаты, вот это уже повод для научной интерпретации. Потому что мы еще раз убедились, что мы находимся на пути действительно к здоровью. И что в следующем периоде отрезка мы уже будем писать не просто технологию оздоровления, не просто технологию восстановления, мы уже готовы к написанию технологии здоровой жизни. Чтобы каждый человек мог протестировать, а он живет здоровым образом жизни, не подходит он, имеет он возможность воспользоваться этой технологией. Поэтому Академия находится в постоянном-постоянном поиске. Академия это не только я. Это целый коллектив людей, которые в течение 15 лет набирают, смотрят, систематизируют, анализируют, и дают вам возможность получить какие-то дополнительные инструменты. Следующий слайд, пожалуйста. Мы создали 5 новых обучающих технологий. Не просто технологий, обучающих технологий. Если вы помещаетесь в систему восстановления здоровья, это близко к медицине. Система обучающих технологий, она вообще в другой стороне. Это ближе к педагогике, это ближе к здоровому образу жизни, и это можно делать, не имея никаких лицензий. Разработана технология очищения организма. Разработана технология полноценного питания 47 вещей. Разработана системная технология снижения лишнего веса. И в Москве мы сделали уже первый модуль запуска этой программы, которая будет идти целый год. То есть мы не обещаем, что человек похудеет за два месяца. Мы обещаем, что в течение года, если человек будет заниматься собой, то естественно, он не просто сбросит вес, а он изменит свой обмен веществ таким образом, что он уже будет держаться в оптимальных режимах долга. Есть системная обучающая технология долголетия. Поэтому, что такое система? Система — это слайды, это логика, это преподавательские инструменты, это то, что вы сможете пересказать. Любой человек, поставив слайды, может прочитать и рассказать, как это будет выполнить. Поэтому визуальное сопровождение — это ролики, это большая обучающая программа. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. И, безусловно, сейчас мы двигаемся в сторону не просто универсального способа, мы двигаемся в сторону создания программных решений для индивидуализации. И первая комплексная программа, которую мы предлагаем, это будет легкая очищающая программа начального уровня. Потому что у нас есть мощная программа, у нас есть коловада, и это наше достояние. Потому что, на самом деле, десятки тысяч, миллионы людей, которые били коловаду в течение этих 15 лет, они знают, как она работает. И мы будем продолжать это делать. И поэтому мы сделали первый вход, скажем так, разведкой очищения. Разведка нужна для того, чтобы выявились те проблемы, которые есть у человека, и которые могут помешать ему длительно, например, голодать или принимать какие-то другие системные продукты. Следующий слайд, пожалуйста. Все идет по алгоритму. Этот алгоритм заложил Альберт Зерн. И в коловаде он полностью реализован. И мы постараемся, чтобы все продукты, которые будут программно выходить... Что такое программа? Программа — это листок. А дальше он может быть скомплектован банками, коробками. Он может быть скомплектован по любой форме. И компания приняла решение. Это решение было совершенно своевременным. Что нам нужно конкурировать именно технологическими цепочками. Потому что очень важно, чтобы человек понимал, что нигде, кроме как в коралловом клубе, это взять невозможно. Потому что конкуренция на рыбке БАДов, она колоссальна. И поэтому в следующем периоде вы встретите новый продукт, который готов. Это целевая программа здоровой кишечни. И там применено очень оригинальное решение. Следующий слайд, пожалуйста. Туда входит вот такое количество продуктов. Причем технология, которую компания взяла... Мы проводили очень долгие переговоры с генеральным директором. У тебя есть телефон? С фоткой. Не ведусь. Ничего. Мы приняли... Значит, компания приняла решение пойти навстречу людям. Она разблистировала коробки, банки для того, чтобы иметь возможность принимать столько продуктов, сколько необходимо. Безусловно, у нас есть лучшие продукты. Например, эль-карнитин. Но 180 капсул в коробочке. Все понимают, что это на несколько, так сказать, месяцев. И вот 20 продуктов – это очень большая цена. Но если положить ровно столько, сколько нужно, сколько необходимо каждому человеку, то цена получается такая, как и была в районе 4 тысяч рублей, неважно. А количество, ассортимент продуктов резко усиливается. Мы провели апробацию этой программы. Она очень хорошо себя зарекомендовала. То есть будут еще новые программы, будут другие программы. И меня очень обнадеживает то, что руководство стремится... Наверное, оно сам... Александр, наверное, расскажет, куда вы стремитесь, да? Но я знаю наше будущее. Я знаю наше будущее, когда вы придете на склад, нажмете кнопку, внесете свои жалобы, и вам выпадет индивидуальный набор на месяц. Представляете? Этого нет и никогда не будет нигде. Потому что мы начали 15 лет назад. Это будет абсолютно индивидуальная схема, но к ней надо еще дойти. Сначала нам нужно было подняться на общий уровень. И вот с этого общего уровня, с универсальных программ, мы теперь будем медленно приближаться к индивидуальному уровню каждого человека. То есть компания готова идти нам навстречу в оптимизации цены, в оптимизации качества, в оптимизации упаковки. То есть это невероятно большой, мощный шаг, и это наше будущее. Потому что индивидуальный прием по минимальным ценам, максимального количества продуктов, это то, зачем будущее. Следующий слайд, пожалуйста. И дальше 47 питательных веществ. Уже готова программа, которую может по аннотации сложить любой склад. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Пять технологий сохранения здоровья, молодости, красоты. То есть это абсолютно научные технологии. Следующий слайд, пожалуйста. А вот эта схема, я займу минуточку внимания. У меня всегда была мысль, а как сделать так, чтобы биологически активные добавки заняли свое законное место в системе питания человека. Что у нас есть для того, чтобы быть здоровым? Вот то, что написано. У нас есть продукты питания. И навсегда они останутся 80%. Есть люди, которые в тяжелом состоянии начинают жить биологически активными продуктами. Но это скучно. И сейчас весь мир бьется на том, чтобы 47 заложить в одну банку и так далее. Но мы всегда будем питаться продуктами питания. Это вы животные, это растительные. Масса схемок, это вегетарианские, это оптимальные схемы. Это абсолютно... Ну это путь, который прошло человечество, и мы никуда не свернем. И Академия здоровья разработала рейтинги на все случаи жизни. Эти рейтинги ничего не стоят, они для вас как бы бесплатны. Вы получаете их и вместе с БАДами вы даете еще рекомендации по питанию. Есть рейтинг очищающих продуктов, есть рейтинг щелочных продуктов, есть рейтинг продуктов снижения веса, есть рейтинг продуктов для человека с диабетом, есть рейтинг продуктов для женщины, для мужчины, для ребенка. Потому что мы не могли научно оставить в стороне глобальную систему питания. Следующее это специи. Они занимают 5% нишу здоровья человека. И Леонид Августович когда-то сказал, я мечтаю, чтобы у нас были еще и специи. Но у нас уже есть специи. Например, кукума, которая идет в капсулу. Следующее это травы. Это огромный опыт многовековой различного применения трав. Но у еды есть минусы. Она не хранится. У специй есть минусы. Они пряные и не все их любят. У трав есть минусы. Они ядовитые в большинстве своем. Поэтому они и работают. И следующая ниша. Это биологически активные продукты. У них нет минусов. У них нет минусов. Они хранятся. Они доземные. Они не приборки напрямую в капсулу. Они 100% онкологически чистые. Они имеют свою стоимость. Они могут храниться длительное время. Они могут быть приняты любым человеком в любом состоянии. И это идет по рекомендации ведущих нутрициологов. Поэтому остается только медицина. Медицина это все то же самое только в химическом варианте. И это тоже имеет место быть. И поэтому наша мечта, чтобы биологически активные добавки заняли свое место в системе натурального питания для здоровой жизни человека. И я думаю, что через некоторое время именно так и произойдет. Потому что биологические добавки это еда, специи и травы одновременно. И плюс еще мы можем взять любые синтезированные лучшие формы. Те, которые невозможно получить в природе обычным способом. Поэтому за этой схемой питания концептуально ничего вы больше туда не положите. Все остальное отрезать, пришить и так далее. Поэтому мы будем всегда вращаться в рамках именно этой парадигмы. И следующий слайд, пожалуйста. Новый инструмент Академии. Вы можете получить интернет-ресурс для работы с годовой программой. Я думаю, что клуб поддержит своими интернет-пночностями. И когда-нибудь это будет быстрый, подвижный интернет-ресурс, на котором человек может посмотреть результаты. Потому что невозможно помещать результаты в открытую сеть. Это, так сказать, не принято ни в нашей стране, ни в других странах. Поэтому ресурсы должны быть, условно говоря, внутренние. Следующий слайд, пожалуйста. Мы перешли от теории к практике. И мы начали дистанционное обучение. У вас огромное количество людей.